друзья очень интересный ролик прислал нам подписчик спасибо автору конечно с послушайте какой безграмотный собеседник попался нашему автору девочка коллектор смотрите слушать я так и назову ролик смотрите слушайте смотрите слушайте наплела там кучу чего-то непонятного сама ничего не соображает в том что она несет ну и пытается подгрузить эти человека а человек совершенно достойно поняв что это идиотка просто в буквальном смысле идиоткой о чем с ней разговаривать да не о чем просто выслушал ее и подтвердил свою позицию ну а мы давайте послушаем что всего этого получилось говорите говорите у вас имеется задолженность на сумму в ренестанск кредите 157 958 рублей 91 копейка по какой причине вышли на просрочку денег нет а перезанять у кого-нибудь продать машину если есть взять в другом банке кредит чтобы погасить данный долг потому что начисляются штрафы у вас все растет да это понятно ну мне проще дождаться судебного разбирательства судебного разбирательства и судебного заседания решить все вопросы с вами алексей александрович смотрите дело в том то что если банк подаст на вас суд а в случае отказа он подаст на вас суд во первых вы заплатите двое больше это все и судебные издержки это опись имущества будет то есть вам это головная боль то есть любом случае судья судебный как суд будет на стороне банка ну я что 2013 года вы не оплачиваете ну во первых там штрафные штрафы часть штрафов может уйти отлететь да это во первых во вторых будет фиксированная сумма которую смогу оплачивать выгодными мне платежами ну как то так вот кредит ренессанс кредита банк вот этот в любом случае они начисляют штрафы вам потому что вы не оплачиваете и судеб как бы судебном разбирательстве суд вынесет такое что во первых опись имущества если вы там откажетесь скажите я не буду ничего платить ну например к примеру будет могут иницинировать возбужденное уголовное дело по статье 177 уголовного кодекса российской федерации какое уголовное уголовного кодекса российской федерации это злостное уклонение от погашения кредитерской жертвы то есть а там уже начнется к вам будут приходить фрисовы они будут описывать имущество так что например холодильник который вы купили за 50 тысяч они оценят его как 4 тысячи ну в общем я вам свою позицию озвучу да я буду ждать сюда я не отказываюсь от оплаты ряд я буду выплачивать вам после судебного разбирательства на данный момент я не отказываюсь я же вам говорю я жду судебного разбирательства будем разбираться в суде вот такой набор слов от нашего уважаемого коллектора уважаемого конечно в кавычках давайте по пунктам разберем да все мы слышали не платить из 2013 года на дворе середина семнадцатого года приближается то есть 13 14 15 основном давным давно три года прошло просто арифметика да и даже если не учитывать срок исковой давности да а просто порассуждать как можно собственно говоря ответить на иск банка но первое что я бы сделал это конечно написал возражение я бы не стал никаких встречных исков писать об написал возражение на предмет того что банк искусственно затягивал не подавал в суд для скажем так набора шапки вот этих процентов и естественно судья по одному только этому факту по факту этого возражения полностью спишет к чертовой матери все вот эти дикие проценты понятное дело простые люди на таких нюансах не знают второе что она там наплела надежде запугать человека но это конечно сто семьдесят седьмая статья ну я молчу про холодильник стоимостью 50 тысяч конечно серьезная заявка на богатый образ жизни я подозреваю что у нее может быть дома действительно такой холодильник стоит но в 2013 году холодильник совсем неплохой можно было купить наверное за 20000 и уж точно холодильник за 50 тысяч судебный пристав трогать не будет сколько бы он не стоил дело в том что холодильник это предмет быта не предмет роскоши собственно говоря без холодильника человек существовать не может а нужно уметь различать что из предметов быта в принципе необходимо в крайнем бесспорном случае но как собственно говоря можно вообще любые предметы находящиеся у себя дома обезопасить посягательств судебных приставов это мы отдельно рассказываем посмотрите есть специальные ролики у нас на канале другой стороны делать нечего судебного пристава как просто бегать по адресам если допустим человек совершенно спокойно сам может прийти по повестке к судебному приставу на это если судебный пристав пытается исполнительное производство реализовывать он естественно пригласит в добровольном формате человека к себе и понятное дело если человек придет вот зачем судебному приставу куда-то бегать это уже такой вопрос загадочный более того у судебных приставов чтобы вы понимали не висит в кабинете портрет того либо иного должника и и судебный пристав у него дротики не метает с ненавистью утром каждый день рабочий начинает то есть для любого судебного пристава должник это рабочий материал просто одна из сотен папок выражаясь простым языком рутина и чем меньше этой рутины тем лучше а как сделать чтобы этой рутины было меньше либо склонить должника к оплате с наименьшими трудовыми потерями затратами либо закрыть исполнительное производство связи с недостаточностью либо с отсутствием официального источника дохода и отсутствием средств человека и заверяю вас если все грамотно делать пристав встанет на вашу сторону и будет работать в вашу сторону как сделать так чтобы действительно закрыть исполнительное производство это мой такой немаленький опыт подсказывает да и кстати в работе со своими собственными кредитами ну и про 177 статью как я и говорил уже не один раз своих роликах комментариях это вообще бред тем более сейчас 177 статью расширили с точки зрения суммы до которая может быть инициирована с помощью которой может быть инициирована эта статья сейчас это более двух миллионов рублей человек должен должен быть должен да вот такой каламбур и злостный неплательщик да это в первую очередь тот человек который не исполняет решение судебных приставов скрывается каким-то образом там но прям реально провоцирует скажу еще больше 177 статья на языке юристов так называемая мертвая статья по ней практически нет приговоров у нас в судебной практике но за редким редким исключением потому что это действительно это уголовная статья чтобы уголовную статью реализовывать нужно следственные мероприятия инициировать инициировать их обязан естественно судебный пристав а ему как я уже вам говорил делать нечего как этим заниматься но все это нужно знать и понимать обо всем этом мы рассказываем наши при презентации до которая на сайте на нашем выложена сайт вы ссылочку на сайт вы можете в описании этого либо любого другого ролика найти и послушать как мы работаем как мы создаем условия для людей когда банку выгодно отказаться от претензий ну либо приводим комфортному платежу как промолвился автор в этом ролике до зафиксированная сумма она не растет человек платит комфортными платежами удобными не удивляйтесь сколько бы вы не платили сейчас можно сделать так что вы будете платить по 500 рублей в месяц это не будет всю жизнь продолжаться в один прекрасный момент мы нашим клиентам подсказываем рассказываем что нужно сделать для того чтобы убедиться что больше платить не нужно но это скажем так тема отдельной истории и не будем здесь на этом останавливаться оставим интригу для тех кому интересно можете в описании ролика еще раз повторю пройти на ссылочку наш сайт посмотреть и на сайте выложена презентация как устроена работа кредитных юристов сразу повторю мы отдельных услуг не оказываем как составление иска либо написание какой-то претензии мы работаем в комплексе то есть мы оказываем комплекс мероприятий поэтому не нужно к нам обращаться с просьбой напишите мне иск либо встречный иск либо напишите мне какое-нибудь письмо мы к сожалению либо к счастью мы не делаем этого мы берем на абонентское обслуживание людей и работаем в полном комплексе от той ситуации которой нам клиент обратился и до окончательного результата то есть до приведения комфортному платежу либо создание условий когда банку выгодно отказаться от претензии ну банку кредитово там афо как угодно ну а вам если понравился диалог этот поставьте лайк автору будет приятно подписывайтесь на наш канал это естественно для тех кто этого еще не сделал но и ссылочка на группу вконтакте где все наши ролики дублируются ссылка находится в описании этого ролика с вами был кузнецов дмитрий желаем вам счастья спокойствие благоразумия ну и финансового благополучия до свидания